Всем привет! Я прежде чем начну про презентацию, ты сказал про листы к башне Mail.ru Расскажу маленькую смешную историю. Мы искали, я тут лично, искал себе project manager Чтобы потом его уволить, как мы говорили про... Подожди, подожди, подожди. Если говорить про то, как мы искали, естественно, там всякие резюме и так далее, человек приходит и в процессе лечения мы давали тестовые задания. Одним из тестовых заданий было следующее. Это как раз к презентации фрик тоже относится. Вот есть у нас лифты, и вот руководство считает, что они плохо работают. Вот ваша задача – оптимизировать работу лифтов. И вот люди на собеседовании обсуждали, как и что можно делать. Первым большим блоком, на котором многие отсеивались, было как раз то самое выявление потребности, выявление боли, потому что фраза «руководство говорит, что лифты плохо работают» на самом деле ничего не значит. Вообще ничего не значит. Ну и дальше, после того, как мы определяли, собственно, KPI и метрики, которые нужно считать, потому что метрикой при такой постановке задачи может быть скорость добирания руководства до своего этажа, а все остальные сотрудники, в общем, не очень важны. И тогда задача решается выделением отдельного лифта для руководства. Ну, понятно, что дальше скорость добирания человека с этажа первого до этажа нужного и совокупное время, которое люди тратят в лифт. На вопрос, как решать эту задачку, в итоге человек, которого я взял, человек, который победил на собеседовании, первое, что он предложил, как бы, ну, у него есть четко поставленная задача – сократить время. Он говорит, давайте бы уволим часть людей. Ну, как бы, задачу-то решили. Вот, поэтому с этими лифтами довольно много в моей жизни связано, но сегодня я поговорю не про лифты и не про то, как уволять людей. Хотя, может быть, про это тоже. А про то, как можно использовать ВКонтакте, делать всякое разное, проводить всякие разные классные эксперименты и не заморачиваться, даже будучи технически не очень грамотным, не очень понимая, разбираясь в том, как работают CMS-ки, CRM-ки и прочие штуки, попробовать создать прототип своего бизнеса и даже свой небольшой бизнес прямо во ВКонтакте. А крикера нет, да? Вот там Коля сидит справа, ему прямо руку поднимаешь, и он сидит. А можно я заколю? А ты заколю? Заколю. Заколю. Не будет фонить? У меня, допустим, фонить не будет, но ты можешь даже загадать желание, потому что ты заколю. А, два фонда. Хорошо. Так вот, значит, первая часть, про которую я расскажу, это то, что сейчас вообще, мне кажется, дико модно, популярно, все делают лендинги, одностраничные, многостраничные, микроинтернет-магазины и так далее. И, собственно, нужно ли их делать, что можно делать вместо лендингов. Вот я зашел на один конструктор, собственно, сайтов, посмотрел, что как, что можно быстренько сделать. Мне предложили купить вот такой вот тестовый сайт, тестовый интернет-магазин. Ну и, собственно, это реально типичная такая штука, из чего она состоит. Состоит она, понятно, в первую очередь, интернет-магазин, собственно, товарный каталог, те марки, модели, которые представлены, вот так вот они здесь выложены. Второй блок, так или иначе, есть тоже на всех сайтах, анонсирующий баннер. В нем, может быть, если это одностраничник, вообще вся ключевая информация расположена. Если это интернет-магазин, там какие-то ключевые новинки, поступления, скидки и так далее. Вот здесь ребята рекламируют сами себя, ну и я, видимо, невольно их рекламирую. Третий блок – это всякие разные новости, про которые компании стараются писать. И четвертый блок, на самом деле, состоит из 10 пунктов. Вот эта вот строчка, которая не очень большая сверху, в ней традиционно размещается контактная информация, в первую очередь. Но, помимо нее, два важных момента – это поиск, собственно, по этому сайту. Ну и в дополнение справа маленькая-маленькая кнопочка «казин». Из чего же в противоположности или противоположности этому состоит группа ВКонтакте? Вот это тоже пример как бы такого небольшого бизнеса. Ребята делают всякую разную сувенирку. Я очень долго и трепетно выбирал что-нибудь, что было бы абсолютно реальной историей, при этом наполненной максимально подробно. Здесь, понятно, не так давно мы увидели функцию «товары», то есть товарный каталог точно также присутствует. Ну, понятно, что с точки зрения анонсирующих мест, ну, ВКонтакте, в первую очередь, это история в постах в ленте, но ее я отнес технически в новости. С точки зрения анонсирования, ну, вот есть аватарка, есть закрепленная запись сверху или же там информация, которая, в принципе, закреплена сверху, она, по сути, выступает таким анонсирующим блоком. Дальше, понятно, новости, которые живут в виде постов, и, опять-таки, позволяют прикрепить любой контент. Ну, и контактная информация, да, в группу можно написать сообщение, если там легко. Естественно, указаны контакты администраторов для связи, если вдруг вы предпочитаете не личку ВКонтакте, а номера телефона или e-mail. Ну, и внутри в разделе товары тоже есть ровно такой же поиск по этому разделу, в котором можно уже, если это довольно большая по структуре витрина, разобраться, понять то, что вам конкретно нужно. Ну, то есть, с точки зрения того, что предлагает ВКонтакте, оно, в общем и целом, за исключением, по сути, корзины и онлайн-оплаты, работает ровно так же. Еще один момент, который я не стал отдельно упоминать, это статистика аналитика. Ну, здесь есть, с одной стороны, преимущество сайтов, плейдингов в том, что Google Analytics позволяет вам уже при масштабировании бизнеса понимать лучшее, воронку, цепочку конверсий по своему сайту. С другой стороны, если вы живете со своим проектом только во ВКонтакте, то вы получаете базовый набор статистики, но для этого вам не нужно делать вообще никаких телодвижений, не нужно заморачиваться с настройкой кодов, проверкой, перепроверкой и тем метками и так далее, вы как бы все получаете из коротки, что называется. Понятно, что посадочная страница есть, но дальше нужно обрабатывать заказы. В случае с интернет-магазинами это делается в виде той или иной CMS, и, естественно, номера телефона, на который нужно отвечать. В случае с ВКонтакте, я уже упоминал раздел «Товары», в карточке товара человек может, в общем, узнать всю нужную ему информацию, прямо из карточки написать, вот так вот поверх карточки вылезет ему по бабочек, к карте к сообщению будет приложен, собственно, товар, администратор группы получит это сообщение, сможет на него среагировать, понимая, чем заинтересовался пользователь. При этом в карточке есть вся возможность, которую я упоминал, это сообщение групп, когда человек может просто написать в сообщество, здесь я не стал брать ту конкретную группу, а взял нашу собственную группу, пока до бизнеса, собственно, компании могут по вопросам, касающимся рекламы, ведения сообществ, просить у нас, дальше мы вот в таком виде увидим их вопросы и будем на них отвечать. Очень просто, удобно, понятно, и важно, что в отличие тоже от большинства каналов, которых человека можно легко и просто потерять, да, потому что человек, не знаю, ушел с сайта, написав что-то в окошко онлайн-консультанта, здесь вы, человек, исходите, по сути, навсегда, потому что его профиль ВКонтакте никуда не сгорает. Соответственно, вы можете в течение 10 дней человеку, который вам написал, отвечать, дополнять, уточнять и так далее, и вы всегда держите историю переписки с одним и тем же человеком. Если человек, вдруг написал вам что-то в этом году и купил у вас смартфон, а через год он вам снова что-то пишет, то вы можете понять, что он покупал у вас в прошлом году и как-то лучше сориентироваться в его истории заказов, опять-таки, без каких-то отдельных CRM решений сложных. Как туда притащить людей? Ну, во-первых, понятно, есть любые методы, которые вам доступны, а здесь мне больше всего нравится история про человека, который занимался бизнесом, пенсионером, сделал себе не группу, а сайт, никак ее в интернете не привлекал, а раскидывал листовки по новостройкам, получал прекрасную конверсию, прекрасный трафик себе на сайт. Естественно, у вас есть собственные каналы, если вы компания побольше, то для продвижения группы, понятно, вы можете использовать свои e-mail рассылки, свой сайт, подпись, почте, все что угодно. Для компании моих обычно речь идет о SEO и контекстной рекламе, думаю, в соседнем зале это довольно много обсуждается, и все 4 года, что я сюда езжу, все громче и громче, скажем так, звучат фразы, о том, что контекст все дороже и дороже, все сложнее и сложнее, боты все более и более умные в торговле, и пробиться обычному живому человеку через них невозможно. Наверное, это тренд, который происходит не только в контексте, он происходит, например, и в нашей кормитированной рекламе. Понятно, что все больше компаний, которые знают рынок и стараются с ним работать, но для, особенно маленьких компаний, для новых направлений, стартапов, для тех же самых автоматов по варенью каши. Вот когда, в принципе, ты делаешь что-то новое, у тебя, в общем, контекстной рекламы-то не очень будет, потому что никто не гуглит про автоматы по варенью каши, тебе придется создать интерес, создать спрос, и в этом смысле мы как раз предоставляем, по сути, второй после контекста по эффективности инструмента, это реклама с таргетингом, тем или иным, у меня на следующем слайде будет список, но подозреваю, что вы прекрасно знаете, оно уже немного набило раскомину. В последнее время все более и более популярно становится формат рекламы в новостной ленте, когда вы, по сути, можете показать огромный баннер по своей площади. Подзывателям ВКонтакте, такая же история существует на классе, как в Фейсбуке, в данном случае, мне как бы важно поднимать и развивать весь рынок в целом, а не говорить в частности про нас. Чем она очень классная? Она позволяет вам привлекать новую аудиторию, не людей, которые так или иначе уже что-то понимают про ваш бизнес, в контексте часто мы забываем, что очень большая доля самого эффективного трафика приходит по брендовым запросам, когда, собственно, человек вместо тайп-ина вашей кампании в строку Omnibox ввел поисковый запрос и пришел оттуда из поиска. Соответственно, второй момент – это яркий формат, контекст, понятно, не даст вам большую картинку шпихнуть прямо в баннер. Конверсия прямо из формата, то есть вы здесь спокойно можете в том же промпосте указать номер телефона, и с мобилки человек может, просто увидев промпост, прямо тут же позвонить, если вдруг ваша коммуникация это подразумевает. Ну и, что, наверное, особенно важно для ребят, которые сидят за стеной в мобильной секции, честный кросс-девайс, у людей все больше и больше устройств, мы все больше и больше с ним с разных устройств, соответственно, вконтакте самый крупный игрок, который умеет мэчить людей между разными платформами и, соответственно, понимать, показали мы этому человеку уже рекламу вашу или не показали, и таким образом ограничивать эти проблемы. Ну и с точки зрения пост-клика, что наиболее важно для любой компании, ориентированной на результат, мы были, если честно, удивляли, но по сути пост-клик конверсия в таком формате примерно равна пост-клику в контекстной рекламе. Уровень конверсии в e-commerce примерно такой же, что достигается, судя по всему, просто тем, что в самом объявлении мы уже рассказали человеку довольно много. Это не тизер, где человек увидел маленькую картинку и какой-то броский заголовок, а информация, в котором человек уже более-менее понимает, что ему нужно. Соответственно, если он перешел на сайт, то он уже склонен завершить конверсию. С точки зрения таргетингов у нас, как нынче популярны, говорит наше стране, все стабильно. Большое количество таргетингов, большое количество данных, которые мы знаем про аудиторию. Из новинок и того, что появится в ближайшем времени, это геолокационный таргетинг по GPS-координатам, куда вы сможете показывать людям, ну вот конкретно проживающим в километре от Анноболиса, например, какие-то свои товары и услуги. И это глобальное обновление того, что называется категория интересов, то есть поведенческий таргетинг. То, что мы узнаем о человеке по его актуальному состоянию. Ну и, естественно, довольно сильно развивается ретаргетинг. Здесь я о нем расскажу в первую очередь как об альтернативе таким традиционным каналам добивания своей аудитории. Понятно, что если у вас есть сайт, на сайте у вас, скорее всего, форма заявок, где нужно указать или e-mail, или смс, вы таким образом набираете себе базу CRM. При этом, если вам знаком оффлайновый бизнес, а я думаю, что все являются клиентами оффлайнового бизнеса, то оффлайновый бизнес зачастую живет не в виде красивых облачных CRM решений. А там как бы есть такое классное решение, называется тетрадка. Вот так мы приходим, не знаю, стричься. Вот сидит девушка-администратор, у нее в тетрадке все написано. Она в тетрадочку заносит, вот Юлия придет к мастеру Анастасии, вот номер телефона Юлии. В общем и целом, даже с таким форматом можно работать в рамках продвижения, поскольку мы позволяем работать не только с ретаргетингом по бикселю, но и подгружать те или иные идентификаторы. Этими идентификаторами могут поступать номера телефонов, e-mail-адреса и, собственно, идентификаторы собственной соцсети и ВКонтакте в частности. А здесь вы можете подгрузить, переписать даже из той же самой книжечки номера телефонов в Excel-ничек, сохранить этот Excel-ничек, загрузить к нам и посмотреть на ваших клиентов. Да, вот девушка Юлия была у нас на медировании месяц назад, может быть у нее уже отросли корни и ей пора бы снова. Да, вот ее прекрасно можно догнать. Можно отправить ей смс-ку, но на самом деле это будет несколько дороже, а можно попробовать ее ретаргетировать таким образом. Если таких девушек Юлии у вас хотя бы 50 штук, то это прекрасно работает в рамках инструмента ретаргетинга ВКонтакте. Естественно, он будет, наверное, несколько дороже, чем e-mail-рассылки, но тоже мы прекрасно понимаем, что e-mail-рассылки имеют и открываемость не очень классные. Кстати, здесь вот мы сегодня уже вспоминали с спикерами, с параллельным потоком, что 4 года назад я выступал и рассказывал про то, что e-mail, то бишь электронная почта, благополучно помрет через какое-то время. И вот 4 года назад на меня, значит, смотрели сумасшедшими глазами и говорили, что ты совсем что-то неадекватное рассказываешь. Сегодня примерно те же люди всерьез обсуждали, что бизнес-мессенджеры типа Slack постепенно забирают на себя эту коммуникацию. Процесс, конечно, не очень быстрый, но он идет и идет. В общем, да, здесь в качестве альтернативного канала как раз появляются те самые мессенджеры. Ну, то есть, вы спокойно можете переписываться со своими клиентами в соцсетях тоже абсолютно бесплатно. Но если вам это нужно все-таки массово, масштабно, то здесь прекрасно можно использовать ретаргет. Ну и последний момент, про который я должен рассказать, это история с A-B-тестированиями и вообще разными тестированиями. Как раз если у вас есть какой-то прототип, то классно сделать его минимальную, MVP так называемые, минимальную жизнеспособную версию. И ее как раз часто делают на коленке, на каком-нибудь лендинге или виде, например, какой-нибудь группы, просто чтобы проверить гипотезу. Если вы планируете делать стартап по доставке еды, например, то вы можете, конечно, очень долго заморачиваться, общаться с поставщиками, настраивать API-шлюзы и организовывать всю вот эту вот очень быструю, умную алгоритмическую выборку с одной стороны. Но для того, чтобы сделать MVP, вам, в общем-то, достаточно просто руками все это собирать, получать с одной стороны заявки, с другой стороны иметь поставщиков, там по телефонам с ними созваниваться, или же иметь совсем хорошо свой склад, свою базу. Но, как правило, на стадии MVP это все не нужно, а нужно, собственно, канал потенциальных заказов. И здесь, в принципе, да, я возвращаюсь в слайд из сравнения, чем же с точки зрения API-тестирование группа в соцсети будет сильно лучше, чем лендинг. Я здесь не написал одну строчку, вот, собственно, этот макет лендинга, который я вам показывал, мне предлагали купить за примерно 50 тысяч рублей. Ну, наверное, эта цена была несколько завышена, там еще в комплекте, естественно, шел Vittrex, еще какие-то классные штуки. Но, в любом случае, сделать сайт с худо-бедно адекватным оформлением и наполнением займет у вас какое-то количество денег, времени, сил, опыта о том, что-нибудь поедет, а потом что-нибудь не очень классно выразится в мобилке, и у вас что-нибудь потеряется. Сделать группу в соцсетях не стоит ровно ничего, и таким образом вы можете этих групп клепать, ну, вот, столько, сколько вам нужно. Проверять такие гипотезы, которые вам нужно, обновлять контент на лету, меняя его, меняя стиль, подачу, формат, сняли видео, классно, сразу выложили видео. Не нужно думать, о, надо какой-то дополнительный плагин, CMS-ки купить, потому что видео у нас почему-то не поддерживается. И, таким образом, сэкономить себе кучу просто времени и сил на создание объектов, скажем так, да, сайты или группы, это, по сути, объект какой-то, которые вам нужны просто как технические страницы для сбора обратной связи, для сбора аудитории и так далее и так далее. Вот, на этом, на самом деле, у нас все. Если есть какие-то вопросы, обычно они бывают, буду рад ответить. Спасибо. У нас, друзья, первое, это аплодисменты, а второе, в первой части сегодняшнего дня мы с вами все никак не успевали по таймингу, то есть вопросов не давали. А сейчас у нас с вами 15 минут на вопросы. Давайте что-нибудь придумаем и зададим. На правах, как говорится, модератора я задам свой первый вопрос. Меня очень смущает, значит, следующая ситуация. Тут недавно в Фейсбуке, я ВКонтакте, к сожалению, не пользуюсь, не знаю, видимо, я не ваша целевая аудитория. Но суть не в этом, в Фейсбуке, а точнее в Ютубе проскочила реклама... Вот, так уточнение. А точнее в Твиттере, но на самом деле в Инстаграме. Не-не-не, в Твиттере, это я вообще не понимаю, что это такое, на самом деле. В общем, нет, кубловская реклама в Ютубике, которая показывается, все-таки сервисы одного полиягода, вот, у них там проскакивал на детском видеоролике, может быть, кто-то из вас видел про свинку, пепу, реклама про... Да-да-да, много и часто. Вот, много и часто, и чтобы все было хорошо. Вот у меня вопрос, можно ли модерацию во ВКонтакте пройти? Брадик, наверное, тоже ли может ответить на этот вопрос? Можно ли пройти модерацию в Майдаркете и показываться во ВКонтакте с рекламой, например, увеличителя на детском контенте? Блин, блин, сколько я этих слов слышал? Не получится, сори. Я с представителями просто Google, я рассказываю, с представителями Google тоже тут общаюсь, и мне говорят, ты что, такого быть вообще не может? Понимаешь? То есть, можно или нет? Нет. Ну, у нас, смотри, у нас... Самое главное, подожди, Саш, самое главное, это вот это «эн». Понимаете, да? То есть, в принципе, он не может по политическим соображениям этого говорить, но если у вас голова на плечах, то, наверное, все-таки можно. Или все-таки нет. То, наверное, не получится. Ну, слушай, можно изгаляться по-всякому. Мы тут обнаружили, что мы пропустили в рекламу классную картинку. Картинка абсолютно безобидная. Там, я уже не помню, какие объекты стоят. Не знаю, пусть это будут газонокосилки. И вот газонокосилки на картинке выстроены в форме известно чего. Ну, и написано, что вот там газонокосилки, там продаются, все дела. Модератор как бы, ну, пропустил, потом кто-то использователь заметил, пожаловался, говорит, а у вас тут вот похоже. Мы говорим, его действительно похоже, и отклоните картинку. Ну, то есть, такие какие-то казусы, они, конечно, бывают, но если говорить про категории, скажем так, в рекламе, которые нам так не нравятся и в Донецком комплекте, то их реально пропустить не получится. Вот самое главное, чтобы это не получалось, потому что у меня взрослая дочка, и она сейчас ВКонтакте как раз таки. Я, может быть, даже поэтому во ВКонтакте не сижу, чтобы не видеть, чем это занимает своя дочка, чтобы спокойно просто наловище, меньше знаешь крепче скидки. Ну, вот я поэтому. Вопрос был здесь, я видел руку. Готов к своей вопросу, друзья. Спасибо за доклад. И лео, сайте, решение. Вопрос такой. Когда появится и появится ли вообще кнопка «Купить» в ВКонтакте? Кнопка «Купить» прямо ВКонтакте в самое ближайшее время, скажем так, не появится. Ослучивать какие-то долгосрочные планы я не возьмусь. Мы, естественно, над ней думаем. Там, естественно, есть очевидный набор проблем с тем же самым пресловутым продом, например. Но, скажем так, мы постепенно, помаленечку, наверное, к этому идем. Вот недавно запустили денежные переводы между пользователями. Не знаю, как вам, нам стало сильно удобнее и проще, например, скидываться на день рождения. Вот это вот дикое. Саша, у меня слога не похожа. Слога МВЛС, он как бы обошел интернет, я так понимаю, по несколько раз. Хрен с ними, с этими переводами. Скажи мне, пожалуйста. Нет, ну я как бы успокоился. У меня сейчас переводы? Тема уже не та. Тема уже не та. На самом деле, у меня бомбит, знаете, какая ваша идея? То есть, вы начали транслировать стримы в ВКонтакте. Да, давно. В смысле, давно? Я новость вновь прочитал. В смысле, новость? Мы же до этого тестировали. Но я на бета-тестерках и прочее. Знаешь, вот о чем я, я как бы, вы что? Вы ютубу-то дайте нам развиться-то уже в конце концерта. Они твич немножечко нагнули, но и тут вы опять. Ну что это? В смысле, они в мире развиваются, а как бы у нас вот есть суверенная социальная сеть, которая исторически в себя все вбирала. То есть, ну мы как бы это... А что стримы-то те же? Жизнь только игры? Стримить что? А пока у нас такое идет уже открытый бета-тест, пока стримят только игры. Ну, соответственно, в планах, очевидно, стриминг, в общем, в целом, чего угодно. Вот к вопросу чего угодно. Вот эти вот всякие инфобизнесмены и прочие товарищи, которые продают свои, там, я не знаю, учебные курсы, как заработать миллион, у них хренов. Вебинарчик тоже можно будет провести. О, вебинарчик, я про, я про тоже. То есть, я, можно быть, наконец-то когда-нибудь дойду до ВКонтакта и начну, там, чем-то заниматься, понимаешь, в виде на трансфере. Слушай, ну, добро пожаловать, я недавно перечитывал свои же посты, там, 2009 года, например, когда я очень сильно жаловалась на то, что бизнеса не представленного ВКонтакте. Там, несчастная группа Coca-Cola, там, в 50 тысяч человек была. Вот, реально, то есть, мне это кажется, поскольку я постоянно в этом работаю, мне кажется, что мы еще очень далеко, очень медленно, компании в это вливаются. Когда ты смотришь, за пять лет что-то произошло, там, естественно, как бы прорву всего, он сейчас сидел, читал статью про то, что, наконец-то, фэшн-индустрия начала серьезно воспринимать ВКонтакте, люксовые марки и бренды. Вот, ну, то есть, как бы, тебе тоже недолго осталось ходить. Я где-то за фэшн-индустрией все-таки. Ну, где-то, где-то, да. Ну, понимаешь, я, ладно, хрен с ним, я опять вернусь к этой теме про детские ролики, но буквально одним только тезисом, я тут наметнее голос смотрел, а не голос танцы этих, ну, короче, на ТНТ, вот, идет передача, да, я не танцую. Так вот, про то, чтобы как пройти модерацию, девушка пришла в футболке с яблоками, но вместо косточек в этих яблоках, вот эти на уст, то есть я к чему говорю? Сфотографировались в футболке, сделали видосик, и нормально залили в ВКонтакте, они в модерации пройдет, правда, Радик? Нет. Держи, Радик в модерации ВКонтакте нет примерно никакой отношения, значит, ты умный, не-не-не-не, я просто знаю, что это, мой так, вот, я поэтому его, пытаюсь ему вканать туда всякие вопросы, сейчас Николай, потом там на дальнем ряду он спустит. Александр, я насколько помню, сейчас рекламный кабинет в ВКонтакте с приставкой бета, да, до сих пор же? Ага, да. И вот очень много всего недопилированных про те же промо-посты, чтобы посмотреть, сколько у тебя кликов на промо-пост было, приходится каждый раз, в каждый пост заходить, смотреть, и также не дается выгрузка по демографии, то именно кликов, когда ожидать, что берется приставка бета и появится все, что можно. Ну, смотрите, про приставку бета я подозреваю, что будет она еще довольно долго, потому что какие-то сервисы, более или менее устоявшиеся, ну, там, например, тизеры, да, и то вот они недавно обновились с точки зрения размеров и всего прочего. А какие-то сервисы... Мы договорились о размерах больше не говорить. Да, все, ну, окей, ну, они в два раза увеличили. Что? Это же классный заголовок. ВКонтакте увеличил рекламу в два раза. Прям не рекламу, не рекламу, не рекламу, только на нем. Вот, соответственно, какие-то фичи, они появляются, они появляются принципиально новые, типы той же, тех же промо-постов, они же рекламные записи, и понятно, что они будут дорабатываться, развиваться и так далее. В случае с рекламными записями мы, если честно, осознанно, например, не показывали на первом этапе статистику по кликам, потому что мы внутри не смогли договориться, что считать кликом в данном случае. Есть клик на внешние сайты, есть клик в группу, есть клик на кнопку лайк. Вот как бы в общей статистике это все складывать или как-то выделять что-то отдельное. То есть на самом деле это действительно для нас даже внутри не очень очевидно, но с другой стороны мы постепенно все утрясаем, дорабатываем. Кабинет рекламный, в принципе, ждет, ну, точно до конца года, скажем так, большое количество изменений и визуальных, и на таких системах, типа, да, обновления статистики, потому что оно действительно живет иногда в неочевидных местах, вот если сюда нажать, можно посмотреть такую статистику, если туда нажать, другую статистику. Мы про это знаем и на этот год у нас спланировано масштабное обновление кабинета в целом. Вот у меня как раз такой вопрос, скажите, что нового-то будет, потому что я знаю много, что тестируется, лук-лайки нам в сайте и прочее, что конкретно, и когда. Ну, давайте встать по поводу, когда я могу говорить осторожно до конца года, вот, чтобы меня потом не били мои же разработчики, например. А лук-лайк, да, действительно будет, хочется верить, что сильно быстрее, чем до конца года. Мы сейчас тестируем в параллели несколько моделей машинного обучения для построения самого классного, удобного, эффективного лук-лайка. То есть у нас сейчас роботы друг с другом дерутся, кто лук-лайк лучше сделает. Вот как только мы объединили победителя, мы, собственно, сразу выкатим. Оно ждет победы в бедителе машин. Вот, я уже упоминал геолокационный таргетинг и обновление таргетинга по поведению. То, что сейчас в кабинете называется категория интерфейсов. Большой актрейт, собственно, самого кабинета и всяческой статистики, которая тоже с этим связана, что еще планируется. А, да, мы тоже недавно, собственно, это уже небольшой секрет, мы тоже в формате рекламных записей планируем сделать такой подформат, скажем так, да, когда, если сейчас запись может быть любой, которая размещена во ВКонтакте, то есть туда можно приотачить 4 картинки, видео, песенку и опрос, и вот в таком виде, значит, отправить это в рекламу. И там как раз не очевидно вообще, что считать кликом. Вот человек начал воспроизводить музыку, потом нажал на кнопку плей-видео, потом 3 фоточки посмотрел. Это как бы 5 кликов и ни одного, потому что там нижний сайт он не ушел. То для того, чтобы декомерсы получили более понятный, прогнозируемый, предсказуемый инструмент, мы как раз планируем запустить отдельный формат кромпостов с кнопочками, которых будет большая кликабельная зона, которая будет либо уводить на внешний сайт, либо в группу, либо даже скорее всего там как раз будет опция «позвонить», ну то есть, соответственно, телефона, набиралка, то, что там скорее всего будет. Наверное, это основное, что должно появиться до конца года. Мне кажется, это уже довольно большое количество фич для маленькой компании, в которой работают 4 рекламных разработчика, или уже 5, не помню. Мы там огромную витаминную растемку из 25%. Здравствуйте, у меня на самом деле много вопросов, но я начну с основных своих. Вот вы когда говорили про… У вас еще не основные, а чужие есть. С основных своих, да, у нас на самом деле очень много вопросов, но тут, наверное, мы даже полчаса не уместимся. Вот вы когда говорили про алетаргетинг, упомянули, что если у вас таких девочек, кажется, 50 штук, то можете показывать им рекламу. Вот этот вопрос, на самом деле, очень важен сейчас, потому что с новым дизайном их должно быть минимум 100, а не 50. И вот с чем это на самом деле связано, потому что у нас очень многие плачут, B2B бизнес, ну, действительно, просто не набирается такое количество, чтобы показать им рекламу. Ну, смотрите, нормально, да, работает? Если у вас B2B бизнес, и вот прямо очень хочется им именно рекламу показать, то есть такой трикс, вы можете добавить просто нехватающее количество… Нет, это уже тоже не работает. Почему нет? Потому что вы их срезаете. Это точно работает. Нет, вы можете добавить живых людей, мы их точно не срежем, там все нормально. Если вы добавите какие-то пустые страницы, мы их, конечно, срежем. Ну, а это получается, что мы будем показывать рекламу? Да, 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 вы переплатите, если вы будете показывать промо-посты, там, с ценой 100 рублей себе, даже 400 рублей себе, сколько там, 2 рубля, что ли, получится? Ну, тогда же не… 50 показывает. Ну, ладно. Ну, то есть это вопрос действительно в таких объемах, это вопрос не переплат, во-первых, а во-вторых, если у вас, ну, такая хардкорная B2B история, где целевая аудитория 50 человек, ну, там, не знаю, машиностроение, контейнерные перевозки, что-нибудь, а еще, вот, то вам, как правило, сильно более эффективно работать, это тот случай, когда, я сам даже, хотя это правило неформально запрещено, работать с личными сообщениями, с личными профилями, только это должен быть профиль не компании, а вот, например, вас, где вы будете сами общаться с клиентами, заказчиками, ну, там, как правило, цена вопрос такая, что имеет смысл, да, там, заниматься личным брендингом и работать вот в таком направлении, а не пытаться этих людей рекламной поймать. Ну, на самом деле, здесь не только B2B, а еще сейчас вот гибкий пиксель, он, на самом деле, очень много функций, да, и мы можем сейчас разделять аудиторию куда-то того, по какой UT-метке они пришли, и у меня вот очень много подкатегорий, ну, сегментов по аудитории, и вот в каких-то определенных категориях я бы хотела показывать именно им релевантную рекламу, по которой они пришли, то есть я их могу так очень тонко сегментировать, но мне не хватает, но мне сказали, что у меня остался всего лишь один вопрос, поэтому я задам и самое главное, который... Александр, потом будет доступен, я его можно говорить. Окей, если что, до вечера, завтра тут. Отлично, мы тогда вас поймаем еще и сегодня, может, и завтра. Ну, вот важно... Как здорово, девушки, не поймать, а так и я. Вопрос, это самое главное, который сейчас меня волнует, недавно ваш сотрудник анонсировал все-таки про Локалайк и вот все эти дела, меня интересует именно, что будет у нас в Локалайке, какую базу мы будем брать за основу, то есть это будет только с сайта, то, что собирает пиксель, и мы можем... Да, я понял, смотрите, у вас есть сейчас какие-то аудитории, которые вы создаете, и нам, в общем, не очень важно, как вы их создаете, это могут быть люди, которые на сайте, могут быть люди, подгруженные из Excel-ника, из тетрадочки, про которые я рассказывал, может быть микс, вы можете добавлять к тем, кто был на сайте, подгружать к ним людей из Excel-ника, по факту у вас получается какая-то аудитория, неважно какая, как, каким образом она собранная. Вот ровно ее вы будете использовать за основу, то есть у вас в интерфейсе ретаргетинга в разделе аудитории появится кнопочка «Найти похожих людей на этот сегмент», и она будет использоваться запасом, собственно. Нет, уже можно им потом будет куваром. Друзья, аплодисменты Александру, спасибо большое.